Итак, народ, всем здарова, с вами снова Мотониндзя И сегодня, ребята, у нас с вами новая рубрика Которая называется ТЕСТ ДРАЙВЫ И открывает данную рубрику вот этот аппарат Я постараюсь с вами поделиться своими впечатлениями, своими чувствами Что мне нравится, что не нравится в этом мотоцикле Ну что, ребят, короче, что я могу про него сказать? В принципе, я сам о нем нифига не знаю А какие-то там тех характеристики вы сможете посмотреть в интернете Или вам раз может рассказать об этом менеджер-продажам в магазине Ну что, погнали! Итак, ребят, ну что, прокатимся на этом препарате Аппарате-препарате Так, ну в целом, что я вам скажу Посадочка здесь, конечно, не F4i, не как на моем мотоцикле Здесь я уже ножки подогнул Посмотрите, как она у меня в креветочку уже сложилась Тут я уже такая элегантная ножка Короче, неудобно, кобец Так, опа Так, зажиганница Бензонасос Кнопка включения двигателя Стартер О, там, да Тубразерс Не тот Бразерс, который вы думаете Я вас знаю Нет, это прямоток Тубразер стоит Слышите, какой звук у него? Такой он породистый достаточно Очень мне нравится Ну что, давайте попробуем катнуть Ой, блин, нифига, как дерзко Стартует Слушайте, ребят, первое, что я скажу по этому мотоциклу Он очень динамичный Он очень динамично набирает скорость В отличие от моего мотоцикла За счет того, что двигатель уже форсированный И здесь также имеется система двойного впрыска Динамичности ему, конечно, не занимать Посмотрите на его динамику Просто мы чуть-чуть открутим ручку газа Видите? То есть он достаточно быстро подрывается Достаточно быстро понимает, что ему нужно делать И делает это Что мне нравится в этом мотоцикле При скорости там 130 А я еду и совершенно не парюсь по поводу встречного ветра Потому что здесь все-таки обтекаемость Очень продумана инженерами Здесь меня совершенно не напрягает встречный ветер Я могу сейчас ехать и спокойно вам рассказывать о чем-то И это очень классно То есть с какой-то точки зрения Здесь очень удобно перемещаться на дальнее расстояние Возвращаясь, ребят, к посадке Я бы хотел отметить то, что здесь действительно Более агрессивная посадка Ноги намного сильнее, нежели чем на F-версиях согнуты Что заставит их очень быстро затечь Что заставит их постоянно вот так вот разгибать, согибать, разгибать У нас тут даже, смотрите, какие трековые финтифлюшечки стоят Для того, чтобы... Это такая система продува Новички, наверное, спросят, что это такое Это бочонок для мочи Ну, нормально так, бодренько Я даже не заметил, как я дошел до этого места Причем на этом мотоцикле, ребята, я не чувствую так скорость Как она вообще есть Такое ощущение, что я снова на треке, ребята И чувствую, что под тобой, блядь, настоящая мужская елда Классно записывает блог, когда ты едешь 240 Потому-то я себя сейчас вообще не слышу Вот, когда мы едем 190, 200, тогда я могу говорить вам что-то Если собираетесь катать пассажиров на этом мотоцикле То, конечно же, это будет красиво, это будет прикольно Но вашу пассажиру не поздоровится Потому что сидушки достаточно жесткие для пассажира Это то же самое, что посадить вашу девочку на какую-то деревянную скамейку И заставить ее прыгать на нем То же самое Никакого комфорта здесь не будет Блин, ребята, это вообще, блин, супер мощно было Я, по-моему, смог вырезать максимум 267 Но после чего меня начало вот так со стороны в сторону прям болтать И мне стало как-то некомфортно Я еще наехал вот на эту вот долбанную Вот эту белую новую разметку И поэтому мне было достаточно некомфортно Мотоцикл начал чуть-чуть бросать Вот это вот, блядь, не знаю, как оно называется Но это, короче, чтоб на скорости руль не вибрировал Но, как мы с вами говорили, здесь уже электронный демпфер Он немножко выровнял ситуацию И мне уже было не так страшно На самом деле, CBR600R способно разгоняться 280 км в час Но у меня получилось разное 267 Вот, что еще могу сказать про него? Хули тут говорить-то, блядь? Подходит ли такой мотоцикл для новичка? Мое мнение нет Потому что этот мотоцикл, он сделан для тех, кто уже познакомился с мото-миром Познакомился с принципами управления мотоцикла А знает, для чего и как поворачивает мотоцикл Как на нем поворачивать, чем поворачивать Потому что он не такой простой в управлении Даже как Honda F, по моему мнению Чтобы на нем повернуть на большой скорости Нужно действительно постараться И действительно понимать, что ты делаешь А где он опять потерялся-то? Кабцдец, ребята У Ромика закончился Ну, точнее, как у Ромика У меня, у Ромика На моем мотоцикле у Ромика закончился бензин И он стоит в километре от меня На платной дороге И мне кажется, я сейчас такую хрень буду делать Жесть, опасную Блин, это, конечно, очень стрёмно Потому что машины здесь летают 200 км в час Но я не могу оставить друга в беде Он всего в километре от меня Поэтому буду ехать к нему А вот и наш клиент Получилось заправить? А вы? Я думал, это вы возите А? Просто 50 Вы? Да А вы как первую помощь тебе показываете? Да, когда встают, бьются, перекрывают Вы же летаете Мы? А вы что? Мы-то Тут летают машины хлеще нас Мы вообще Только видно вас Ушел, блядь У вас есть ПОДОЛЖЕНИЕ УДАЛЬИ 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 УДАЛУ